Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы, недельная глава Ваекра. Сегодня поговорим о жертве мирной. Вчера мы говорили о жертве всесожжения. Эту жертву полностью сжигаем. Никто от нее ничего не ест. Только в подарок коину достается шкура животного. А теперь жертва мирная. Греха человек не совершил. Он ничего не должен. Ну, хочет жертву прийти за мир. Вот за мир хочет жертву принести. Чтобы было все хорошо. Человек рад, что Всевышний с ним. Он хочет жертву за мир принести. Называется мирная жертва. Как она приносится? Тоже человек пришел в храм. Принес животное. Допустим, принес он быка. Если человек богатый. Жертву режет. Даже может сам. Кровь берут коины от этой жертвы. И Обрыскивают. Окрапляет жертвник со всех сторон. Так же, как это делает жертве всесожжение. Потом разделывает тушу. Вынимает жировые части. Вынимает обе почки. Жир, который на них. Жир, который над тазом. Который над печенью. Вот. Отделяет. Сжигает эти части. Коину в подарок достается не только шкура. Достается ему грудина. И правая задняя горень. Это его зарплата. Остальную. Часть забирает себе человек домой. И может ее вынести из храма. И храма во двора. И принести домой. И угостить кого он найдет нужным. Это жертвы малой святости. Вот так вот. Принес жертву за мир. Есть ее можно. Два дня и ночь между ними. Вот такой закон. А если планировалось есть ее на третий день. То человек не будет засчитано. И это очень плохое дело. Потому что это не просто мясо купил в магазине. И пусть оно хранится. Солью засыпал. Или в борозилку положил. Пусть лежит сколько хочешь. А поешь. Это нет. Это жертва. К ней относиться надо серьезно. Допустим. Мирная жертва. У нас есть такая жертва Хагига. Есть жертва Песах. Жертва Песах. Значит. И Юнизия. Есть два дня и ночь между ними. Эта жертва приносится. В праздник Песах. В праздник Песах. В праздник Песах. 14-го Несана. Когда у нас был храм. Мы приносили туда ягнят или козлят. Не достигших года. И резали эту жертву. Коины брали кровь. Прискали ее на жертвенник. Окропляли жертвенник с всех сторон. И мы резали. Освежевали жертву. И потом. После того, как сожгли жировые части. Мы жарили ее в таком дынбере. Нанизывали ее на такой шампур. Он изготовлен из гранатового дерева. Потому что если написано, что она должна быть прожаренной на огне. А не сваренной в воде. Жертва Песах. То есть. Если мы допустим. Будем жарить ее на железном шампуре. Или на решетке железной. Тогда получится. Мы ее жарим не на огне. А на железе. И это не годится. Если будем ее жарить. На другом шампуре. Деревянном. То дерево выделяет сок. И тогда она будет как бы вареная. Поэтому берут гранатовое дерево. Которое сок не выделяет. И тогда. Получается та, что нужна нам. Жертва Песах. Костей с ней ломать нельзя. Всевышний запретил ломать кости. Мы не знаем, почему. Всевышний не объясняет. То есть. Зажарили. Едим. Селиком кости не ломаем. Может быть. Можно догадаться. Допустим. Потому что она должна быть прожаренная. А если мы берем кость. Поломаем костный мозг. Он же не будет прожаренным. Получается как бы вареный. И поэтому может быть. Но это не ответный вопрос. Это мы выполняем. Потому что Всевышний сказал. А точно мы не знаем. Почему нельзя костей ломать. Жертву Песах. Он же нам не запретил. Всевышний ломать кости. Вообще в жертвах животных. Нет запретил. Но здесь запретил. Вот так. Один из видов. Мирной жертвы. Жертва Песах. Теперь так. Всевышний сказал. Возьмите огня от идеальных. Без единого порока. Не достигших года. И не должно быть никаких порезов. Ничего. И таких огня от идеальных. Не так просто найти. Не так их много. Но праздник же. Праздновать. Чтобы поели все мясо. Чтобы было удовольствие. Все таки. Это огромный праздник Песах. То тогда Всевышний сказал. Берите дополнительную жертву. Называется она Шламин. Это жертва малой святости. Тоже это мирная жертва. Можешь брать любое животное. Там кошерное. Любое. Быка можно взять. Можно взять барана. Что угодно. Овцу. Козу. Что хочешь. Взял. Зажарил. И человек ест эту жертву. Наедается. А заканчивает трапезу пасхальную. Именно кусочком мяса этого пасха. И так хватает этого пасха. Который нашли на много семей. И все получается. Выполнили заповедь о пасхе. Вот. Ее действительно можно есть. Два дня и ночь между ними. Не так же жертву пасх. Но так как мы можем же перепутать. Это же все у нас за одним столом. И человек выпил. Четыре стакана вина надо выпить. Это очень немало. И человек может перепутать. И перепутать жертву пасх с этой жертвой. Хагига. Поэтому мудрецы сказали. Тоже ее надо съесть до полуночи. Вот такой закон. Вот. Вот это виды мирных жертв такие есть. Есть такие что можно есть. Два дня и ночь между ними. Есть такие что съесть до полуночи. Их много. Мы еще будем их перечислять. И в лавива икра. И дальше будем к ним возвращаться. Это все серьезные заповеди. Вот так вот. То есть мы знаем что Маше. Когда посвящал Коинов. На службу. То он получил награду от Всевышнего. Только грудину. Выполняя роль Коина. Но не пишет на что ему Всевышний подарил еще правую заднюю голень. Так как Коин и получает от меня уже еще и грудину и правую заднюю голень. В данном случае он получил только грудину. Не знаю почему Всевышний так сказал. Маше выполнил. Все. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души. Мойша бен Давид. Берта бен Исраэль. Павел бен Ифим. Яка бен Нахум. Владир бен Григорий. За здоровье. Светлана Батклара. Шолом Йона бен Сара. Шимон бен Исхах. Инна Батмира. Борис Бен Мария. Мойша бен Маня. Анна Батривка. Полина Пер. Батсоня Сура. Лена Батклара. Женя Батидна. Анна Бателена. Ефим Бен Эстер. Двоя Батмиря. Моисей Бен Ева. Ирина Батдвояра. Йосиф Бен Раиса. Инесса Батмаэль. Евгений Батберта. Евгений Батита. Фира Батанна. Геннадий Бен Елена. Ирина Бат Инесса. Ольга Бат Светлана. Йосиф Дан Бен Сара. Таня Батфрида. Инна Батрива. Вадим Бен Татьяна. Юлия Батбелла. Яков Йосиф Бен Рахель. Шимон Бен Миров. Фейка Батберта. Ася Батгода. Марк Бен Нина. Ира Батвера. Леор Бен Клара. Рафаэль Бен Клара. Хана Цепора Батсара. Инна Бен Хая Алива. Фим Бен Цоня. Майя Бат Фаина. Алексей Бен Ольга. Клара Бат Броня. Гая Бат Сарид. За хороший дух. Арон Рей Бен Двора. Низ Бен Нахум. Абигаль Бат Сара. Хана Бат Абрагам. Рафаэль Ариэ Лэй Бен Лариса. Галя Бат Гедалья. Параса Эбрюд. Владимир Бен Рая. Анна Бат Александра. Марина Бат Рая. Борис Бен Марина. Алексей Бен Наталья. Всего хорошего Олегу Марченко. Всем браха. Параса Каванам мазал то, что мы это время не грешили. Учили Тору. Всем всего самого наилучшего. Всем желаю крепчайшего здоровья. И пусть скоро закончится страшная война. И до следующих встреч. Надеюсь, состоится завтра в 15 часов. Шалом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.